Но сейчас я собираюсь сделать коронное блюдо, очень вкусное, просто объедение. Картошечка в духовочке. Да, и не просто картошечка в духовочке, а с репкой. То есть этот рецепт можно делать как с одной картошкой, так и с одной репкой. И я думаю это понравится и тем, кто любит картошку, и тем, кто любит репку. Понадобится картошка и репка. Но как я сказал, вы можете делать или с одной картошкой, или чисто с репкой. Я думаю, что это, наверное, самый вкусный рецепт с репкой. И один из самых вкусных с картошкой. Поэтому попробуйте, я думаю, вы не пожалеете. Понадобится, кроме картошки, репки, также масло подсолнечное, приправы, майонез, соль. Ну а также лук и мяско. Я предпочитаю с курицей, но и также получается вкусно и с говядиной, и со свининой. Да, как только я начинаю делать что-то вкусное, особенно если это связано с миском, или с молочком. А тут же наш кот Владик появляется рядом. Он первый, кто будет дегустировать. Кладем мясо. Я обычно в угол кладу, потому что мы делим обычно, так как мы вдвоем с женой, то обычно съедаем половинку, потом еще на два раза поднос полного, если полный поднос будет. Будет на два раза покойненько, на двух человек. Теперь надо лук. Лук. Ой, что-то я аж заплакал, видимо. Жалко мне этот лук. Ай, жалко мне, жалко, как лук жалко. Или птичку. Так, ну и конечно маслица растительная. Тут не только можно подсолнечное, но и... Так же подойдет и оливковая, например. Кстати, очень вкусно с жиром свиным. Вообще супер получается. Вкусно. Или с салом. Тоже вкусненько получается. Так, ну теперь. Картошечка. И репка. Слезы-то так и льют, так и льют. У меня обычно луком супруга занимается. Она в линзах, поэтому ей все равно. У меня, конечно, глаза чувствительные. Так, насчет репки. Хочу сказать, что шкурку срезаем. Потому что сверху она напоминает редиску или редьку. То есть шкурка горчит. Она очень хорошо подойдет со шкуркой для салатов. Но, например, если мы используем ее вот как в данном рецепте, да, для картошечки в духовочке, да, или репки в духовочке, то в таком случае надо шкурочку срезать. Тогда будет очень вкусно. Прям объедение. Как же я раньше не знал, когда жил без репки, насколько это вкусные овощи. Почистив репку, далее я чищу картофель, используя клубнерезку, так как ей быстрее, чем ножиком, и удобнее. И потом нарезаю. Нарезаю я ломтиками, хотя можно и соломкой. Так, ну, теперь солим. Если честно, сколько солить? Я обычно, вот именно вот данный рецепт, я на глаз делаю. Вот в чем делаю. Поэтому, знаете, так же, как я картошку жарю, ну, а потом проверяю на вкус просто. Тут сложно сказать. Так же, как когда жарим картошку, в зависимости от объема, так же солить. Так, приправы. Тоже я обычно так немножко сделаю. У меня приправы здесь укроп сушеный и петрушка. Кстати, очень вкусно, если еще перчика черненького добавить сюда. Тоже очень вкусно будет. И красный перец. Вот еще что забыл. И красный перчик. Курочку. Ау. Так, не переборщить. А то будет слишком термоядерно. Так. Сейчас соль тоже, кстати, надо будет посолить ее. Еще и посолить, конечно же. Открутим. В сторону. Так. Вот еще. Так, так же. Я люблю остренькое, поэтому так нормально делаю. Термоядерное. Ну, мне просто так нравится. А вы же можете даже не добавлять перец, если кому-то остренького нельзя. Или не будет. Так. Ну, теперь перемешиваем. Так. Теперь осталось майонезом. А можно сметаной. Вкусно тоже получается. Майонез или сметана. У кого что, в изобилии есть. Сейчас так делаю. И перемешаем. Так. И еще хочу сказать, смотрите. Можно без курочки делать. То есть без мяса вообще. Оно даже без мяса будет вкусное. Я еще, знаете, вот сейчас осень, сейчас грибы пошли. Я сейчас еще буду собирать грибы и сюда грибы добавлять. Очень вкусно с опятами и с другими грибами получаются. Вообще объедение. То есть тут можно тоже экспериментировать, добавлять что-то и смотреть, что подходит к этому блюду, чтобы было вкусно. Да, обычно я сюда еще грибы добавляю. Ну вот, еще пока не собирал. Скоро пойду. За грибочками. Тогда уже буду еще грибы добавлять. Вообще будет. Еще вкуснее даже. Так, перемешиваем это. Ну, теперь ставим в духовку на 250-300 градусов, 320, да, там. И где-то по времени где-то 30 или 45 минут. В зависимости от того, когда будет готово. Ставим на первый уровень где-то на 20-30 минут. Далее переставляем на второй и смотрим уже по корочке. Обычно у меня 45 минут и нормально. Иногда может и быстрее даже сделаться. Спустя 45 минут картошечка в духовочке готова. Теперь уже можно кушать ее. Лучше всего, да, если молочко добавить, да, с молочком еще будет поприятнее для полной радости, как говорится. Попробуйте отличить репку от картошки. Вот сейчас. Ну, это практически невозможно, да. только по вкусу она будет послаще и будет такой придавать свою нотку, свой определенный вкус приятный. Так что спасибо вам за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Сделать просто своими руками. Также можете перейти и посмотреть видео на моем втором канале «Моя жизнь в 39-м царстве». Ну, а вам желаю всего хорошего. До скорой встречи.